Нинецкий автономный округ известен своей беспрецедентной системой социальной поддержки населения. Ежемесячно НАО перечисляют жителям 190 миллионов рублей в рамках всех мер соцподдержки. За год социальные платежи составляют более 2 миллиардов рублей. Большая часть мер поддержки действует только в Нинецком округе и не предусмотрена в других регионах России. О соцподдержке и соцвыплатах мы поговорим сегодня с советником губернатора Сергеем Сверидовым. Это актуальное интервью. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что приняли наше приглашение. Одна из самых таких обсуждаемых сегодня тем это социальная сфера, социальная поддержка, соцвыплаты. Какие-то нововведения в этой сфере происходят, планируются? Во-первых, хочу сказать спасибо огромное за то, что пригласили и еще раз предоставили возможность довести до жителей округа то положение, которое сегодня существует по мерам социальной поддержки. Во-первых, больших изменений у нас в этом направлении не состоялось. Если и принимались решения, то в первую очередь они были связаны, принимали на сессии собрания депутатов, рассматривали, принимали законы, связанные с перестановкой, но в первую очередь это по индексации заработной платы чиновникам, по перестановлению таких законов, которые связаны с санаторно-курортным лечением для работников в бюджетной сфере. Но вот что касается мер социальной поддержки наших жителей, в основном в полном объеме они на сегодняшний день сохранены и в принципе на сегодняшний день вот в январе за декабрь практически выпущены в полном объеме. Остались ряд выплат, которые мы планируем до конца января их произвести в полном объеме. Все зависит, конечно, сейчас вот те выплаты, которые были первые, они были из тех доходов, которые поступили в бюджет в виде налогов и оформляют сейчас казначейский кредит, чтобы выплатить в полном объеме. Начало года традиционно всегда недостаточный средств, потому что налоги начинают поступать не раньше февраля, ну и соответственно вот при этой ситуации почему и произошла небольшая задержка. Хотелось бы отметить, что, во-первых, на будущее тоже сейчас с учетом вот этой ситуации налоги будут, выплаты будут производиться в 20 числах. То есть хотелось бы отметить, что здесь не было изменения на законодательном уровне, потому что этот срок был установлен изначально, ну вот в прошлые годы, в прошедшие месяцы была возможность выплачивать в начале. К сожалению, сейчас такой возможности нет и вот для понимания, что выплаты сейчас в последующем, если брать в феврале, то в феврале за январь будет 20 февраля, ну и так в последующие месяцы. То есть будет в текущий месяц и за предыдущий месяц. То, что было вот раньше авансом возможность выплачивать, вот здесь как раз порядки претерпели изменения, сейчас единый порядок для всех выплат — это в текущий месяц и за предыдущий. Ну, у нас еще были вопросы, возникали за ноябрь месяц, к сожалению, в прошлом году, в декабре месяце мы не смогли произвести все выплаты за ноябрь, а то вот такие выплаты, как субсидия на жилищно-коммунальные услуги, проценты по ипотечному кредиту, в настоящий момент эти выплаты произведены за ноябрь месяц. В полном объеме. За ноябрь в полном объеме, и сейчас мы планируем их закрыть за декабрь. То есть до конца января всю задолженность округ закроют? Да, то есть будет закрыта задолженность за декабрь и за ноябрь. Сергей Анатольевич, сколько социальных мер в Ненисском округе? Я вот озвучила цифру, это порядка 147, это точная цифра? Да, это точно. Сегодня 147. Ну это какое-то глобальное количество огромное, ни в одном регионе их нет. Почему так сложилось, что в Ненисском округе 147 социальных выплат на 40 тысяч населения? Хотелось бы отметить, вот вы правильно вначале сказали об объеме мер соцподдержки и об объеме финансирования этих мер соцподдержки. Хотелось бы тоже для понимания эти цифры еще раз озвучить. Гарантировано те, которые обязательны к установлению во всех субъектах Российской Федерации, у нас предусмотрены и финансируются в размере 170 миллионов. В год? 170 миллионов в год? Да, в год. Оставшиеся чуть больше, то есть там цифра больше 2 миллиардов, это те, которые приняты у нас дополнительно. Ну, конечно, хотелось бы сказать, что данные меры принимались и рассматривались, исходя из потребностей и исходя финансовых возможностей субъекта. К сожалению, сейчас сложилась такая ситуация, что обеспечить их в полном объеме выплату не представляется возможным. Соответственно, рассматривается вопрос о применении критериев адресности и нуждаемости. Мы, конечно, подходим индивидуально к каждой выплате и хотел бы сказать, что под одну гребенку мы все выплаты не рассматриваем критерии нуждаемости и адресности, но где это возможно и необходимо? Конечно, мы с такой инициативой выходим и совместно на собрание депутатов эти вопросы рассматриваем, всесторонне их обсуждаем и, соответственно, принимаются решения. Сейчас вот в настоящий момент у нас происходит по поручению губернатора огромная работа. Мы готовим социальный кодекс, сейчас мы пока отрабатываем с органами власти в рамках подготовки проекта. Когда будет готов проект, мы хотим его обсудить широкой общественности, то есть мы хотим непосредственно в определенных коллективах обсудить, это вот многодетных собрать, инвалидов, ну вот разные группы населения по группам обсудить, потом обсудить на общественной палате, на общественном совете, ну и, соответственно, уже с учетом общего выработанного мнения подготовить проект, который мы планируем внести на рассмотрение собраний депутатов и чтобы он был принят к июню месяца этого года, чтобы уже формирование бюджета на 2018 год исходило из того социального кодекса, тех мероподдержки, которые мы все вместе примем. Сергей Анатольевич, ну вкратце, что такое социальный кодекс? Я думаю, что не все знают. Социальный кодекс — это будет название закона, который мы разрабатываем, проект закона, который объединится в себе в одном документе всей меры социальной поддержки, который сегодня содержится в больше, чем там в десяти законах. Это, во-первых, будет очень удобно для пользования, то есть это будет один нормативный документ, в котором будут предусмотрены все меры социальной поддержки. Это, ну если сказать, не на профессиональном языке, вот мы также издавали, подготавливали брошюру по мерах социальной поддержки, где мы их объединили все одну. Вот примерно тот же самый документ, который объединил все выплаты в себе. И были очень положительные отзывы, когда эта брошюра была изготовлена. К сожалению, она сейчас морально устарела, потому что произошли изменения по мерам социальной поддержки. Мы, конечно, планировали переиздать в прошлом году ее, но вот учитывая, что мы сейчас все выплаты хотим объединить в один социальный кодекс, то мы после его издания, конечно, такую брошюру выпустим снова. То есть он будет только в общем доступе, этот социальный кодекс, любой может на него посмотреть и понять, какие выплаты ему предполагаются, правильно? Вы знаете, вот сегодня основная проблема, почему я в самом начале сказал вам большое спасибо, что вы пригласили, любое приглашение принимаем с удовольствием, чтобы еще раз рассказать жителям округа о той работе, которую мы делаем, о тех мерах соцподдержки, которые у нас существуют в округе. Вот, к сожалению, складывается практика, что не все о своих правах, о всех мерах соцподдержки, которые существуют, знают. О той работе, которую мы сегодня делаем, тоже не всегда доходит до граждан своевременно. Соответственно, исходя из этого, мы хотим, чтобы, во-первых, все выплаты объединить в одну и издать брошюру, удобно будет пользоваться и как нам, и так жителям. Ну, конечно, в первую очередь жителям. Сергей Анатольевич, ну ни для кого не секрет, что социальная сфера, соцвыплаты, соцподдержка, это такая вот тема, которая волнует наше население. По статистике у нас каждый, наверное, на каждого жителя приходится какая-нибудь выплата. Правильно? Если уж два с лишним миллиарда, то, наверное, на каждого какая-то выплата и приходится. Вы знаете, я думаю, на каждого навряд ли, потому что, я вам скажу откровенно, я меры соцподдержки ни одной не получаю. Также работники департамента большинство их не получают. Ну, учитывая, что жители округа не могут относиться к разным категориям, соответственно, они могут получать, соответственно, одновременно несколько выплат. У нас, конечно, эта информация существует в полном объеме, и мы видим, что на сегодняшний день, если брать по категориям, то те меры социальной поддержки, которые у нас приняты, конечно, они достаточны. Достаточно, но, опять же, исходя из того, что сегодня есть проблемы с доходной частью бюджета, остро стоит вопрос об их индексации. То есть, помимо того, что, вот я вначале сказал, что приняты беспринятные меры по их сохранению в полном объеме, у нас в любом случае на повестке не остается вопрос по их индексации. Соответственно, мы должны находить внутренние резервы, чтобы эти выплаты индексировать. В свое время первые шаги, которые мы сделали, у нас есть компенсационные выплаты пенсионерам, 3100, да, так называемые, которые мы вот как раз повысили до 300, и она была изначально 2604, сейчас вот с учетом индексации 3708, 2708 рублей и 3100. Мы хотели пойти дальше и рассмотреть вопрос, у кого стаж у жителей округа больше, работы в округе, соответственно, установить еще больший размер, но, к сожалению, этих возможностей на сегодняшний день нет. И вот как раз наша работа над социальным кодексом, над установлением критериев адресности нуждаемости, как раз позволит нам эти критерии, вот эти резервы найти и все-таки те или иные выплаты проиндексировать. Потому что мы прекрасно понимаем, что в условиях экономического кризиса те меры социальной поддержки, которые сегодня существуют, в номинальном выражении, конечно, они становятся меньше, хотя фактически они не изменяются. Говоря о критериях адресности и нуждаемости, можно говорить о том, что количество мер, оно не уменьшится, но уменьшится количество их получателей. Совершенно верно. У нас остро обсуждался вопрос по некоторым мерам социальной поддержки, в котором мы все-таки считаем, что все равно доходность должна учитываться. Но вот пока мы общего понимания не нашли, соответственно, вот из-за этого в рамках работы над социальным кодексом мы хотим с широкой общественностью это обсудить, потому что вот где я бы не встречался, да, с жителями, практически все однозначно говорят, что обязательно необходимо устанавливать критерии, связанные с проживанием в округе определенное количество лет. Я здесь полностью согласен, что... Сейчас такого критерия нет? Он есть, он только не есть по всем выплатам, и вот работа в этом направлении велась, и этот критерий по многим мерам социальной поддержки был установлен. Соответственно, он как раз связан с периодом работы в округе, с периодом проживания, и что сегодня кто приезжает в округ, конечно, на большинство уже мер поддержки, пока они наработают стаж и период проживания в округе, они претендовать не могут. Ну, это была просьба жителей нашего округа, и я считаю, что она была правильной, и мы к этому сегодня уже пришли. Следующий момент — это, конечно, уровень доходов при получении мер социальной поддержки. В любом случае, мы не должны забывать, что в рамках действующего законодательства обязательства по содержанию семьи, обязательства обеспечения семьёй, оно всё в любом случае лежит на семье, на родителях. И государство должно помогать тем, кто, в принципе, по ряду причин этого не может сделать. Но есть выплаты, в которых эти критерии нельзя учитывать, и мы в связи с этим при формировании социального кодекса как раз будем эти выплаты разделять. Ну, вот про те же комиссионные выплаты пенсионерам, да? То есть сегодня есть у пенсионеров, которые работают достойно зарплату, в том числе и из бюджета округа, но они также получают эту меру социальной поддержки. Ну, вот у нас возник вопрос, в каком размере её установить. Мы предлагали уже в итоговом варианте три прожиточных минимума. Ряд депутатов предлагали среднюю зарплату в округе. Ну, вот этот вопрос остался на повестке дня. Решение не принято, всё осталось в прежнем виде, ничего не изменено. Но мы дальше этот вопрос будем обсуждать в том числе и с союзом пенсионеров, и с другими категориями населения. Я думаю, мы вместе выработаем то решение и примем уже в итоге тот документ, который всё-таки позволит с учётом бюджетной обеспеченности все меры выплачивать без задержек. Как, к сожалению, немножко это произошло сейчас в январе и в полном объёме, как это будет предусмотрено вот в этом документе. И всё-таки вот хотелось бы услышать максимально, наверное, честный ответ на вопрос. Вот 147 мер. Понятно, что они появились в годы, когда бюджет у нас, с бюджетом округа всё было хорошо. Сейчас ситуация изменилась. Тем не менее, вот это количество выплат, не кажется ли вот властям округа, что оно избыточное? В других регионах меньше. Почему столько в Неницком округе? Мне кажется, все, кто увидит эту информацию, у него возникнет вопрос, а почему столько? Вы знаете, вот как раз хотелось бы, отвечая на этот вопрос, судить его с двух сторон. Ну, во-первых, почему такое количество мер? Потому что мы живём и в условиях Крайнего Севера, и транспортного сообщения нет. И, соответственно, мы понимаем, что стоимость на продукты и прочие другие обстоятельства, критерии, расходы по содержанию жилья, они здесь выше. И, соответственно, почему именно такое количество сегодня выплат существует? Но, опять же, с другой стороны, вот это большое количество выплат влияет на получение средств из федерального бюджета. То есть по федеральному бюджету, когда там рассматривают эти вопросы, говорят, что сегодня, если вы можете оказывать содействие в таком объёме, в котором предусмотрено, то, соответственно, у вас есть и деньги на решение других проблем. Соответственно, вот сегодня, если правильно вы говорите, обеспечивать выплаты в том объёме, в котором они существуют, то тогда не будет развития у округа. Конечно, это не совсем мой вопрос, но вот анализируя бюджет, когда в том числе мы готовим свою часть, по нашему направлению, мы понимаем, что вот сегодня два основных направления — это здравоохранение, соцзащита и образование, культура, спорт, которые, в принципе, без развития, просто содержание уходит в две трети бюджета. И, соответственно, практически вот на сегодняшний день в бюджете округа средств на развитие не остаётся. Хотя мы понимаем, даже в рамках своей области, по развитию здравоохранения, у нас необходима пристройка к окружной больнице, нам необходимо новое инфекционное отделение, нам необходим новый противотерапевтический диспансер, нам необходимы ФАПы в селе, которые уже в ветхом, аварийном, и на которые мы можем в ближайшем будущем лицензию не получить. И, соответственно, мы помимо того, что содержим, должны развиваться и как бы отстроить, потому что сегодня терапевтическое отделение в окружной больнице, оно просто перегружено. Но, к сожалению, тот бюджет, который вот на этот год, вот там как раз развитие по большому счёту по строительству этих объектов, оно не предусмотрено, потому что все средства предусмотрены на содержание и вот на обеспечение международной социальной поддержки в полном объёме. То есть они на сегодняшний день сохранены в полном объёме и обеспечены финансированием. То есть государство будет нести вот эту обязанность по социальной, я имею в виду под государством, наше окружное. Ну вот в моём понимании, к сожалению, сегодня сложилась такая ситуация, что есть мера соцподдержки, где как раз адресная снуждаемость не определена, я считаю, что всё-таки её необходимо определить. Мы несем дополнительные расходы, при том, что у граждан, у этих семей есть достаточные доходы. И в принципе они без помощи государства могут содержать свои семьи. Но вот пока эти условия не поменялись, соответственно, выплаты сохраняются в том виде, в котором они на сегодняшний день приняты. Сергей Анатольевич, хочется ещё помимо соцвыплат затронуть тему питания, дополнительного образования. Это Ваша компетенция, мы можем об этом говорить? На сегодняшний день мы вот в рамках этого направления реализуем выдачу справок по льготной категории малообеспеченных граждан. Это вот как раз наш вопрос. Как идёт эта работа? Многие обращаются. Благодаря нашим коллегам с образованием мы её настроили, эту работу, и практически справки готовятся день в день обращения. То есть там простой алгоритм. Гражданам нужно подготовить необходимый пакет документов, сдать его непосредственно либо в отделение стандартной защиты, либо в МФЦ. И мы уже сами, получив эти документы, эти справки, готовим день, либо на следующий день и отправляем их в образовательную организацию. То есть гражданам уже за справками приходить не надо. Хорошо, тогда вернёмся к соцподдержке и соцвыплатам. Вы уже упоминали, что округ будет брать казначейский кредит, чтобы обеспечить соцвыплаты населению. О какой сумме идёт речь? Вы знаете, я сумму не готов обознать, потому что я не знаю потребность финансирования по другим департаментам. Но вот наша потребность по мерам соцподдержки, которые были предусмотрены на ИВАД, чтобы закрыть задолженность декабря и ноября, было чуть больше 300 миллионов. Именно по нашему направлению. И ежемесячно 190 миллионов, я уже озвучила эту цифру, это верная цифра, 190 миллионов ежемесячно. Это в среднем, да? То есть мы понимаем, что у нас есть выплаты, которые бывают строго в определённом месяце, и просто если вот брать те расходы, которые сегодня несёт окружной бюджет на мир и социальной поддержки, то в среднем это выходит 190 миллионов в месяц. Это гигантская сумма. Вы знаете, да, это очень большая, конечно, сумма, когда если вот 190 миллионов взять за два месяца, то можно даже и дом построить. У нас же сегодня тоже реально остаётся проблема и по жилью, и вот когда граждане обращаются, в том числе в наш департамент, большинство обращений как раз по жилью. То есть мы тоже понимаем, что сегодня, сохраняя мир и социальной поддержки в том виде, в полном объёме, в котором они существуют, мы не можем сегодня решать вопросы по строительству жилья и предоставлять его нуждающимся. То есть в этом тоже существует проблема. И у нас вот именно в департаменте мы ведём несколько чередей. Это вот по 702 закону, по 10. Много стоит людей уважаемых, которые очень много и долго прожили в округе и в селе. И, конечно, очень бы хотелось всем предоставить жильё, но вот сложилась такая ситуация, что, к сожалению, пока обеспечивая меры социальной поддержки в полном объёме, нет средств на реализацию других направлений. Можно также, говоря о жилье, поговорить о социальной ипотеке так называемой. Ведь очередь тоже на неё огромная. Это более 2000 человек. Нет, она чуть больше тысячи. Чуть больше тысячи. Это тоже очень большое количество очередников. Но, чтобы правильно было понимание, когда начался этот закон реализовываться на территории округа, то, конечно, львиная часть средств направлялась на первоначальный платёж. То есть сумма, которая предусматривается в бюджете округа, ежегодно она не меняется. Практически она стабильная. В пределах 300 миллионов рублей именно по этому направлению. Но вот изначально, когда ещё не было такой большой потребности и участников, которые получают сейчас возмещение процентов, то в основном все средства, которые закладывались в бюджете, шли на первоначальный платёж. Сегодня, с учётом того, что участников программы, которые уже стали, которые получили первоначальный платёж, в сегодняшний день они получают помощь в виде погашения кредитов, в Сибербанке процентов. И, соответственно, сегодня из 300 миллионов большая часть идёт на погашение процентов помощи гражданам в банках. Соответственно, только небольшая сумма средств остаётся на первоначальный взнос. Поэтому очередь движется так медленно? Она с каждым годом будет двигаться всё медленнее, потому что количество участников будет всё становиться больше, и сумма, которая гасится по процентам, она будет увеличиваться с каждым годом. То есть если реально смотреть на вещи, то люди, которые стоят... в очереди, они, в принципе, могут и не дождаться? Ну, в данном случае есть и альтернативное решение. Не нужно забывать, что у нас есть 5-процентная ипотека. И у нас есть примеры, люди, которые стояли вот в очереди на эту ипотеку, они перешли туда. И, в принципе, я думаю, что это тоже такое беспрецедентное решение, когда можно ипотеку оформить по 5%, это тоже очень низкий платёж. То есть, в принципе, можно и сегодня этим направлением тоже воспользоваться. Я бы хотел сказать, что до работы по социальному кодексу мы также какие-то изменения, которые готовили, обсуждали их и на общественном совете, и с общественностью. И я бы хотел сказать огромное спасибо тем участникам этих процессов, потому что люди понимают, что вот эта сегодня проблема с доходами в бюджете существует, и они также предлагают конструктивные решения по мерам социальной поддержки, чтобы всё-таки обеспечить выплатами, в первую очередь, нуждающихся, кто кто-то нуждается в помощи государства. То есть, как бы, есть очень альтернативные решения, которые предлагают сами жители округа, а сами представители вот тех или иных групп. Потому что мы с каждой категорией плотно работаем, и с каждой группой населения обсуждаем. Основная задача, которую поставил перед нами губернатор, в выработке и принятии решения, мы должны всё-таки иметь двухстороннюю связь и общаться с населением, и получать от них информацию. Сергей Анатольевич, хотелось бы ещё затронуть выплаты родителям, в том числе многодетным родителям. Очень много обсуждается сейчас в социальных сетях вопросы об этих выплатах. Вот здесь произошли ли какие-нибудь изменения? Особенно интересуют меня выплаты, которые касаются за непосещение детского сада. Вот с полутора до трёх лет. Вот здесь произошли какие-то изменения? Потому что много обсуждают именно эту выплату. Правильно, в самом начале отметили, что меры социальной поддержки у нас сохранились в полном объёме, но по ряду выплат поменялись условия их получения. И вот в частности по 6 тысяч, которые вы обозначили, на 2017 год принято решение о приостановке этой выплаты, ну не для всех, а для тех, у кого уровень доходов выше прожиточного минимума. То есть те, кто уровень доходов прожиточный минимум, либо менее, они в полном мере сохранили право на получение данной меры социальной поддержки и получают её. И хотелось бы отметить, что у нас схожая выплата для семей или неводов, она сохранена в неизменном виде и от уровня доходов на сегодняшний день не зависит. Почему именно такое решение принято в отношении вот этой группы населения оленеводов? Потому что мы понимаем, что здесь вот как раз коснётся кочующего, население, которое оленеводы кочует, и просто физически они не могут обеспечить детей, устроить детский сад, потому что они кочуют вместе с родителями. Каких ещё соцвыплат коснулись новые условия предоставления? Новые условия мы же рассматривали в течение года. И в основном, что поменялось по условиям, это установление доходности. То есть члена семьи, соответственно, где-то это полтора, где-то два. То есть каждая мера социальной поддержки обсуждалась отдельно. И вот исходя из этого применялся тот или иной уровень доходов. Это коснулось ряда выплат по многодетным семьям. Был установлен критерий по доходности. Сергей Анатольевич, скажите, сейчас намного критики поступают в адрес Департамента здравоохранения, именно касающийся социальной сферы, всех этих выплат. Вы знаете, я вот в самом начале сказал, что самая основная проблема — это в отсутствии информации у жителей нашего округа. Вот как показала практика, когда у нас сейчас шла задержка по мерам социальной поддержки, и мы пытались каждый день в режиме реального времени предоставлять информацию нашим жителям. И вот проведённая вчера онлайн-конференция показала, что жители, получая своевременную информацию, у них вопросы отпадают сами по себе. То есть напряжённость спадает, когда есть информация. То есть я считаю, основная задача по нашему направлению — это своевременно и в полном объёме предоставлять жителям информацию, за что вам спасибо. Всю эту предшествующую неделю вы нам в этом помогали, и мы через вас эту информацию до наших жителей доводили. То есть основная, конечно, напряжённость не в том, что что-то меняется, а в том, что нет у населения информации о том, что меняется. Ну и на сегодняшний день мы готовы обсуждать, и будем это обязательно делать, вот у нас поручение губернатора, как в первую очередь, то, что будет меняться, мы также будем обсуждать с нашим населением. Мы открыты, мы готовы предоставлять всю информацию. То есть у нас есть сегодня ресурс, электронные средства массовой информации, это печатные, это есть порталы, это есть страничка ВКонтакте. То есть мы будем на сегодняшний день использовать по максимуму все возможные, чтобы доводить эту информацию до наших жителей. Мы готовы вам в этом помогать, в информировании населения. Сергей Анатольевич, спасибо, что пришли, разъяснили. Я думаю, будет полезно телезрителям нашим послушать, услышать эту информацию. Спасибо огромное. Я ещё раз повторюсь за предоставленную возможность. Спасибо огромное. Спасибо. Это было актуальное интервью. Увидимся. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова